добрый день дорогие друзья знаете мне сегодня бы хотелось с вами поговорить на тему обезвоженности кожи потому что у меня эта проблема возникает уже третий наверное год именно в межсезонье именно в начале весны вот в конце зимы у меня действительно несмотря даже на очень неплохой уход кожа обезвожена на лице на теле даже кожа головы обезвожена я долго разбиралась в причинах в итоге я их поняла не бойтесь грузить я вас сильно сегодня не буду просто обозначу основные так сказать из этих причин но самое главное девочки что я нашла способа как и чем себе помочь причем кратчайшие сроки так что я думаю эта тема актуальна для многих из вас оставайтесь будет интересно смотрите дорогие мои сразу хочу сказать не надо путать два понятия кожа обезвоженная и кожа сухая сухая это тип кожи обезвоженная это ее состояние на текущий момент обезвоженной может быть любая кожа как сухая так и нормальная и даже жирная смотрите коротенький чек-лист если что-то из перечисленного присутствует сейчас у вас скорее всего кожа у вас обезвожена и первое самый такой очевидный фактор который указывает на это кожа становится тусклой знаете она становится порой даже такой сероватым оттенком такой рыхловатый теряется и упругость эластичность второй пункт это когда морщинки какие-то другие возрастные изменения они становятся наиболее очевидны и быстрее бросаются в глаза далее когда на улице порой да особенно на улице при вот прогулке вы особенно сильно ощущаете стянутость сухость а по возвращению домой кожа начинает у вас прям краснеть также следующее если руки у вас допустим чем бы вы их сейчас не мазали они все равно у вас сухие прям даже шершавые вот такие вот это же касается и тела если после душа у вас ощущение стянутости вот такой дискомфорт вам хочется срочно что-то нанести и еще один факт это когда на теле это везде это руки ноги в любом месте могут появляться такие особенно сухие участки которые знаете порой даже до зуда доходят вот и если что-то из этого перечисленного может быть даже все есть у вас то кожа однозначно обезвожена за гладкость упругость мягкость нашей кожи отвечает так называемая барьерная функция кожи но в результате перепада температур сухого воздуха в помещении в котором мы находимся трение вот постоянно об одежду плюс еще порой агрессивный достаточно уход все это ведет к тому что липидная мантия нас истончается соответственно и теряется функция удерживания влаги нашей кожи и очень часто плюсуется еще ко всему этому нарушение микробиома нашей кожи что такое микробиом это совокупность полезных и не очень полезных бактерий у нас на коже ну то есть это должен быть баланс когда баланс нарушается соответственно это влечет за собой вот негативные последствия к нарушению микробиомом ведут такие моменты как стрессовая ситуация опять же плохая экология вредные привычки избыток сахара и опять же агрессивный уход значит когда человек увлекается особенно знаете но не знаю уходом там с тем же ретинолом каким-то да причем ну все же должно быть меру вы понимаете да у нас же как женщины если зима до осень зима за все поехали ретинол кислоты и значит пилинги там всякие разные и прочее а все это ведет к тому что мы только истончаем и вредим своей коже все должно быть в меру и вот еще раз говорю когда совокупность этих факторов присутствует то есть нарушение истончения липидного вот этой липидной мантии плюс еще нарушение микробиома вот оно и получается ну и конечно же надо себе помогать в этом случае смотрите что делаю я ну конечно это должно быть четко сбалансированное питание не должно быть никаких вредных продуктов я не говорю там о каком-то фастфуде вообще ужасным я говорю даже о злоупотреблении допустим чем-то таким мучным сладким сладкое вообще надо свести к минимуму вот поверьте мне далее надо конечно выравнивать и следить за своим гормональным фоном это касается женщин особенно моего возраста да для этого значит вот эти бады в помощи допустим с фитоэстрогенами которые помогут потому что гормональная вот эта вся встряска у нас в организме она естественно тоже не добавляет цимуса вы понимаете состояние нашей кожи поэтому надо помогать далее по поводу значит сбалансированного питания сказала но вы поймите правильно что вообще вот эти все нутриенты витамина микро макроэлементы они конечно должны по идее покрываться вот суточная доза если вы допустим не сидите на диете вы не являетесь веганом допустим то у вас в принципе должно все покрываться но это происходит только при условии полного усвоения но опять же усвоение происходит только лишь тогда когда у вас все работает в организме как швейцарские часы особенно это касается желудочно-кишечного тракта и когда естественно вы не находитесь в стрессовой какой-то ситуации потому что если вы живете в стрессе и если у вас нарушена работа того же желудочно-кишечного тракта то то что находится в продуктах питания не усваивается в полном объеме соответственно образуется дефицит который необходимо закрывать я сниму отдельное видео в котором поделюсь именно теми бадами теми витаминами которые которыми я себе помогаю для улучшения состояния именно кожи кожи и волос обязательно сниму вот ну и собственно конечно же правильно подобранный уход значит смотрите конечно естественно ничего агрессивного не должно быть на момент пока у вас кожа не восстановится даже если у вас какой-то супер-пупер средства с ретинолом а такие есть и сыворотки и кремы в которые входят ретинол и которые можно использовать круглый год и летом том числе все равно на данный момент я бы рекомендовала отказаться и перейти на специализированный на специально предназначенный для этой проблемы уход как собственно я и делаю я вот у меня три средства которые у меня ну то одно есть то другое то бывает что все три вот сейчас они меня все три так удачно собрались я хочу вам показать и познакомить с одним кстати я вас уже так вскользь знакомила вот еще два нет хочу рассказать и начну я наверно пожалуй девочки вот ну наконец-то я дождалась вот этой посылки из японии это японские вот эти два продукта это одна линейка это лосьон и крем вот и значит заказываю я в магазине окно в японию единственный пожалуй минус что очень долго идет посылка я наверно раз пять там заказывала и ну долго там самый долгий был промежуток порядка месяца шла посылка вот а так ну недели две наверное три вот она идет но тем не менее продукты приходят действительно настоящие настоящие из японии и поскольку сам магазин находится в японии и посылка идет из города токаяма вот проходит таможенный контроль все это можно отследить проверить и качестве конечно я не сомневаюсь ни разу значит естественно в этот раз как и в предыдущие разы я заказала не только эти два продукта но потому что очень долго идет посылка я всегда там заказываю много я очень люблю бады японские вот я в этот раз тоже много заказала и и еще для волос кое-что взяла на общем из косметики потихонечку буду вам рассказывать сегодня именно эти два продукта ну потому что тема такая безвоженность обожаю я эти средства еще раз говорю второй раз они у меня так хватает надолго девочки не передать вот это может хватить я не знаю ну на полгода точно они по составу в принципе очень похожи крем и лосьон но просто вместе когда их используешь они вообще в разы сильнее действуют и плюс ко всему лосьон этот я применяю не только на коже но еще и на волосах потрясающе после мытья волос буквально капельку наношу вот так вот на влажные волосы и потом уже укладываю волосы становятся прям такие знаете мне блестящие рассыпчатые в чем фишка короче давайте сразу бренд кика кика мосамуны по-моему так ну как могу сказать здесь все по-японски но по-моему так это старейшие девочки пивоварня да в японии чтобы вы знали они занимаются именно производством саке так вот активный самый компонент в этих средствах это именно саке что такое саке это жидкость из ферментированного риса эта пивоварня как я уже сказала старейшая она берет начало по моему 17 веке своей деятельности но в итоге они естественно разрастались набирались опыта и сейчас это уже большой такой концерн который занимается в том числе выпуском косметики в состав который входит вот эта самая жидкость из ферментированного риса саке потрясающим образом работает на нашей коже потому что в его состав входит огромное количество аминокислот а это что это и антиоксидантная защита это и увлажнение это и омоложение конечно здесь не только саке здесь еще входят керамиды но они формируют защитный слой кожи стимулирует процесс регенерации экстракт плаценты который запускает процесс обновления далее это растительные масла которые восстанавливают структуру эпидермальных наших липидов вот о чем я говорила липидный мантия и также антиоксидантная защита арбутин сюда еще входит который кстати блокирует выработку меланина что не тем самым предотвращает образование пигментных пятен и осветляет уже имеющуюся пигментацию девочки проверено и еще входит такой компонент как глицеризиновая кислота она совершенно потрясающе борется с любыми воспалениями и также шикарно увлажняет кожу вот эти два продукта собственно как и следующее которых расскажу они предназначены для использования не только на лице понимаете да это на коже всего тела то есть принципе после душа вы можете наносить совершенно спокойно сначала вот этот лосьон а потом на особо сухие участки а такие бывают я как уже говорил да вплоть до зуда вот наносить этот крем то есть как лицо так и кожа тела пожалуйста использовать можно это универсальный ну вот как правило понимаете именно при решении проблемы обезвоженной кожи надо использовать именно такие продукты которые подойдут как бы в целом для кожи то есть здесь уже нет понимаете дифференцированного какое-то различие лицо тела нет вот идеальные продукты идеальные вот эти два продукта при обезвоженности слушайте я в восторге так следующие продукты два вот я как бы их использовала пока ждала свою посылочку из японии ну потому что надо все равно было себя как-то помогать но тоже уже не использую не первый раз и вот рассказывала вам об этом это интенсивный такой гель крем с гелевой такой текстуры и там есть крем а именно это гель он легче просто быстрее так это впитывается и как ты более приятным нанесением это биодерма покупала в аптеке но он есть и на маркетплейсах естественно здесь входит как запатентованный такой специальный комплекс который именно работает с супер сухой такой атопичный даже кожей очень быстро восстанавливает здесь также входит еще и тот же глицеризин которым я вам рассказывала и входит неоцинамид значит и витаминки сюда входит но главное актив это конечно же вот этот запатентованный комплекс который и работает значит он не имеет никакой отдушки впитывается очень хорошо и быстро и также совершенно спокойно его можно применять как на лице так и на всем теле пожалуйста этот крем но вот он конечно поскольку и в аптеках продается вы же понимаете он реально очень круто увлажняет и здесь если у вас нет каких-то действительно супер серьезных проблем но если у вас нет такого там действительно какой-то атопичности там серьезной кожи то именно для устранения сухости хватает недельку потому что здесь главное не переборщить здесь уже можно перенасытить влагой кожи она будет такая тяжеленькая это уже лишнее вот а именно как сос вот когда чувствуешь вот это средство тоже классно работает так ну и закончу я третьим продуктом значит это уже крем для лица как вы понимаете судя по объему тоже моя такая давний давнишняя дружба с ним идет не первый раз покупаю просто раньше он выпускался в алюминиевых тубах сейчас и почему-то вот как-то переехал в в пластик но тем не менее все равно работает у меня именно в гелевой такой текстуре есть еще крем смотрите в чем фишка этого крема здесь входит помимо цинтеллы экстракта цинтеллы азиатской мои любимые входит такой компонент как мадекасосид или мадекасосид по-разному я не знаю как он произносится в процентном соотношении 0,6 процента это концентрация что это за актив это изолят это прямо принятие как сказать это белок выделенный из центеллы это центелла азиатская в кубе то есть помимо экстракта сюда входит еще вот этот компонент который усиливает воздействие во-первых чему он способствует выработке нашего собственного коллагена эластина то есть омолаживающий идет очень мощное воздействие далее выравнивает тон кожи прекрасно увлажняет выступает как антиоксидантная защита да и регенерирует регенерирует невероятным образом на нашу кожу то есть если какое-то любое малейшее воспаление есть вот этот продукт он убирает его на раз-два далее сюда входит конечно всякие другие еще растительные экстракты входит не ациномит мой любимый вот и витаминки еще раз говорю это гелевая текстура запаха не имеет впитывается он скажем так ну не очень быстро но в отличие от кремовой текстуры все равно его можно наносить даже утром подождать какое-то время и потом уже наносить декоративную косметику то есть подойдет он нам для любого типа кожи как и предыдущие два продукта вот но самое главное что он замечательно борется с проблему обезвоженности и еще плюс ко всему омолаживает но собственно как и предыдущие два продукта единственный минус что да его используешь только на лице но при желании можно конечно использовать и на теле но только объем не сильно позволяет вот собственно стоимость у него тоже не очень низкая поэтому задумаешься вот а так работает работает прекрасно могу рекомендовать имейте ввиду вот такой кремик продается как на marketplace так и в стационарных магазинах я этот покупала сейчас в магазине подружка но вот дорогие мои познакомила я вас с теми продуктами которые реально мне помогают в кратчайшие сроки избавиться от такого недостатка как обезвоженность кожи надеюсь и вам поможет информация явно для многих было полезно я уверена все значит подведя итоги что мы к чему мы приходим к тому что для того чтобы побороть вот эта обезвоженность ну во первых надо сбалансировать питание надо восполнить дефициты до всяких там нутриентов не агрессивничать со своей кожей подобрать правильный уход именно для этого не очень простого периода в жизни нашей кожи вот но я поделилась рассказала все дорогие мои я вам всем желаю красоты такого весеннего настроения и конечно же здоровья сегодня с вами прощаюсь но правда ненадолго до скорых встреч пока пока